С гимна республики началось торжественное собрание ко дню основного ее закона, Конституции Мордовии. Принятая 21 сентября 1995 года, она на протяжении почти 30 лет является гарантом прав жителей региона, обеспечивает возможности для его социального, экономического и культурного развития. У каждого человека есть паспорт, у региона есть паспорт. И я считаю, что это одно из знаменательных и эпохальных событий для каждого народа, для каждого субъекта Российской Федерации принятие Конституции. Наша Конституция в полном соответствии составлена, сейчас и доработана Конституция Российской Федерации. В этот день в Доме Республики собрались люди, которые ежедневно вносят вклад в настоящее и будущее Мордовии. Много среди них было тех, кто удостоился высоких наград за проявленные мужество и отвагу на полях специальной военной операции. Чествовали и деятели культуры и искусства. Без них музыкальная, театральная и художественная жизнь региона не была бы столь богата. В их числе оказалась Нина Кошелева, композитор, автор гимна Мордовии. Именно ее музыка открыла торжественное собрание. Уже полвека Нина Кошелева трудится на благо Республики и всей страны. Указом президента России она была награждена Орденом Дружбы. Высокая награда и оценка моего труда. Но я сегодня сказала, что за эти годы, за все 50 лет, я написала более 300 сочинений. И, в общем-то, новым знаковым событием оказалось написание музыки государственного гимна Республики. Искусство лечит душу человека, а врач – его самого. Ежедневно медики заботятся о здоровье людей. Сейчас на них лежит еще одна важная задача – спасение жизни тех, кто находится в зоне проведения СВО. Они выносят с поля боя военнослужащих, занимаются их реабилитацией, лечат и выхаживают взрослых и детей в новых российских регионах. Медики из Мордовии неоднократно выезжали в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон, чтобы помочь местному населению. Среди них и старшая медсестра больницы номер 4 – Марина Манерова. За профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях она заслужила медаль Луки Крымского. Я не ожидала такой высокой награды, потому что вся моя работа состоит в том, чтобы помогать людям. И я ничего такого не считаю, что я делала что-то сверхъестественное. Я просто работала там, где я была нужна. Как только спросили, есть ли желающие помочь медикам Луганской Народной Республики, я сразу же согласилась. Ну, поехала. И сколько не жалею. Еще пригласят, еще поедут. Педагоги, сотрудники правопорядка, друженики села, работники заводов, волонтеры. Всего 28 человек. Все они получили награду за весомый вклад в процветание Мордовии и заслужение России. Ирина Радайкина, Владимир Надькин. Народные новости. Ирина Радайкина, Владимир Надькин.